И всем привет, ребят, с Фестер Байк, я сегодня записываю новый ролик, уже сегодня с утра я записал видос, связанный с дронами, исходя из того, что у нас было на момент утра, на момент анонса нашего замечательного видеоблога, где я предположил по поводу дронов и немножечко, наверное, я сказался не до конца прав, да, с этими дронами всё выглядит намного критичнее и намного жёстче. Исходя из того, что у нас появилось на сегодняшний день из видеоблога, и всё это дело мы вместе с вами в рамках этого видеоролика обсудим, обсудим новый танковый ребаланс, по-другому я даже не знаю, как на всё это дело смотреть и как всё это дело называть, поэтому будем считать, что это танковый новый ребаланс. Этот ребаланс будет связан с обновлением наших замечательных дронов, вышел у нас видеоблог, в котором вся эта информация была, и я, если честно, ну немножко в шоке. Я немножко в шоке от того, что у нас целых 10, целых 10 дронов будет просто удалены из игры. 10 дронов просто вот так, бах, и удаляются. У нас остаётся 8 дронов, и я, если честно, ну не то чтобы в шоке, да, но удивлён, удивлён очень сильно. У нас удаляется кемпер, удаляется подрывник, удаляется минёр, драйвер, штурмовик, инженер, десантник, спасатель, спринтер и снабженец. Если с драйвером, минёром, штурмовиком, да, инженером я ещё могу согласиться со спринтером, да, то с удалением того же кемпера, с удалением подрывника, спасателя, снабженца я согласиться не могу. Да, я считаю, что все эти дроны актуальны, да, и в каждом есть свой игровой смысл. Снабженец вообще стал супер универсальным фармовым дроном. Кемпер это тот дрон, который я очень сильно люблю использовать с вооружениями в боях, где можно покемпить, постоять на расстоянии, потестировать новые сильные устройства. Подрывник это просто суперметовый дрон для лёгких танков, ну а спасатель это дрон, который для меня стал относительно недавно открытием, да. И все эти дроны, все эти четыре дрона будут удалены. Причина очень простая. Якобы нужно упростить нашу игру. И якобы они не актуальны. Якобы их особо никто не использует, хотя я, если честно, на постоянной основе, что подрывников, что спасателей, что снабженцев, что кемперов в большом количестве в матчмейкинге вижу. И все эти дроны я использую. Поэтому для меня лично это максимально странное решение, да. Если я с утра думал о том, что у нас будут как раз таки перерабатывать дроны, возможно, менять их в балансе, делать их жёстче, делать их конкурентно способными, интересными, чтобы у нас мета менялась, чтобы можно было в любой момент брать какой-то интересный дрон, да. И понимать, что у тебя в игре там не пять дронов всего, а у тебя в игре их там условно пятнадцать, да. И все эти пятнадцать сильные дроны под каждый режим, под каждый бой можно чётко выбирать какой-то определённый дрон, под определённое даже вооружение, возможно, можно выбирать дрон, да. А у нас получается решение взять и удалить. Просто взять и удалить. Просто взять и стереть их, да. Ну, я не знаю, я не согласен. Я абсолютно не согласен с этим решением. И считаю, что, ну, тот же механик можно удалить, да. Механик можно удалить, диверсант можно удалить. Но удалять кемпера, подрывника, спасателя и снабженца на сегодняшний день, те дроны, которые реально можно даже на определённых вооружениях реализовывать и реализовывать хорошо в матчмейкинге, с этим я никак не могу согласиться. Вообще никак. Да и вообще, в принципе, я считаю, что, если уж эти все дроны были созданы в своё время, удалять их сейчас – это неправильное решение. Их можно, наоборот, развить, видоизменить, улучшить, сбалансировать и сделать так, чтобы они были актуальными, нежели просто взять и их удалить. Но решение у нас принимается такое. Нет пока что информации, когда всё это дело будет удалено, когда всё это дело поменяется, и когда они пропадут. В каком виде они пропадут – тоже нет информации. Я смею предположить, что нам возместят полную цену прокачки и цену самого этого дрона, да, то есть вам всё это дело выдадут именно в кристаллах, потому что нет никакой дополнительной информации, поэтому я предположу, что это всё дело вернётся в кристаллах. Ну, либо же чем-то заменят, да. Но как могут чем-то заменить, если у каждого прокачка своя, да, и каждый по-своему потратил определённое количество на всё это дело, да. Поэтому я больше, наверное, склоняюсь к тому, что это всё будет выдано в виде кристаллов, и каждый получит полную стоимость прокачки и полную стоимость покупки этого дрона, вне зависимости от того, когда он её покупал, да. То есть если вы покупали, например, по скидке, то вы всё равно получите полную стоимость, которая была без скидки, да, то есть полную стоимость. При этом, если у нас происходит такое обновление, то что-то мне подсказывает, что, возможно, в нашей игре появятся новые дроны. Иначе эта упрощённость, но выглядит как-то слабо, выглядит как-то нежёстко, при том, что у нас уже бы хотелось бы видеть какие-то дополнительные изменения, хотелось бы видеть какие-то новые дроны по типу того же Кризиса, которые были бы суперметовые, актуальны, да, бы они стоили там безумно большие кристаллы, либо же бы они были бы только в каких-то мега-эвентах, их было бы очень сложно достать, но такие вещи, они всегда интересуют игроков и хотят их видеть. Поэтому, быть может, пришло время тогда создавать новые дроны по типу Кризиса, придумать какую-то новую механику их, и сделать какую-то новую интересную вещь, да, а не же просто удалить дроны и взамен не дать ничего. Для меня пока что это всё выглядит максимально странно, максимально непонятно, и я, честно говоря, не понимаю, не понимаю, как это всё дело работает и к чему это всё дело идёт. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу всех этих дронов, по поводу всех этих изменений. Вы скажите свою позицию. Согласны ли вы с моей точкой зрения? Возможно, не согласны. Возможно, у вас какая-то своя точка зрения, потому что ещё сегодня с утра я думал о том, что у нас всё это меняется в какую-то другую степь, в другое место, да, видоизменяется, оказывается, у нас просто берут и удаляют 10 дронов из игры. Поэтому было бы очень интересно узнать вашу позицию по этому поводу. Если вы согласны с моей точкой зрения, поддержите, конечно же, данный видос лайком за эту информацию. Ну и напишите всё, что вы думаете. Также не забывайте, конечно же, подписываться на этот замечательный канал, ну и не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. А также не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу. На строчках игры вот здесь в аккаунтике устанавливаете ему личный тег, тегтимпшечку. Дальше оформляете покупочку в магазине, спускаетесь в описании, заполняете форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.